Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня давайте разберемся с законом гражданства, внесением изменения в премию гражданства, то есть это было принято в Госдуму 17 апреля 2020 года, в Добрым Советом Федерации. То есть Путин подписал 24 февраля, ой, апреля 2020 года номер 134 федеральный закон. В данном федеральном законе много изменений, это начнем, давайте сначала расскажу. Пункт Г в статье 13 признать утраченную силу, то есть пункт Г это отказ от иного гражданства. Раньше если подавали это Республика Узбекистан, другие государства, например Казахстан, Азербайджан, при подаче заявления в гражданство, приеме гражданства, данные граждане, перечисленные государства, должны были отказываться от гражданства. Сейчас это утратил силу. То есть в статье 14, части 1, изложить следующий редакт, то есть лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста, имеют право обратиться в упрощенном порядке с заявлением о приемах гражданства. Без соблюдения, предусмотрен пунктами А и В, в статье 13, в статье 13 пункт А это отказ от гражданства, в пункт В говорится, что доход, то есть при подаче документов на гражданство в старом федеральном законе нужно было отказываться от гражданства. Это касается Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и так далее. Таджикистан это не касается, так как с Таджикистаном заключен международный договор о двойном гражданстве. То есть нынешнем, который был с июля 10-20 года, отказываться от иного гражданства не требуется. Также прилагать доход при подаче заявлений на гражданство, без соблюдения этих. Если это и указанные лица имели гражданство СССР, проживали на территории Федерации, входящий в состав СССР и не получили гражданство. Также в части 2, абзац 1, то есть изложили тут иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации. Имеют право, вправе обратиться в упрощенном порядке, без соблюдения также предусмотрено А и В. В основном тут идет изменение о доходе и отказ от иного гражданства. То есть отказываться от иного гражданства вообще не требуется. Также прилагать доход. Это второй части. Если раньше было в части 2 иностранных граждан, лиц без гражданства, проживающих на территории Федерации, вправе обратиться. А теперь сейчас постоянно проживающих, то ли с видом на жительство, что печать должна быть постоянно проживающих, есть временно проживающих, временно пребывающих, постоянно проживающих. То есть в данном случае иностранных граждан постоянно проживающих заменили, то есть добавили непроживающих. В пункте В, то есть В, изложить следующую редакцию, что состоят не менее трех лет в браке с гражданами Российской Федерации, проживающим на территории Федерации. В старом федеральном законе, то есть в этом получается, состоят в браке с иностранным гражданами просто не менее трех лет. А сейчас постоянно, не постоянно, просто проживающая на территории Федерации. То есть, печать она должна быть в паспорте. То есть, по браку, если гражданин подает супруга гражданка Российской Федерации, то есть, у нее должна стоять печать, постоянно проживающая, то есть, что проживает на территории Федерации. Также в пункте Е словами, например, не менее трех лет заменить словами не менее одного года Это получивший после 1 июля 2002 года профессиональное образование по аккредитации В основном профессиональном образовании программы, имеющей государственную аккредитацию Граждан после 1 июля 2002 года, которые окончили вузы, институты и получили высшее образование И после получения образования по профессии шлифт трудовой деятельности не менее трех лет было раньше А сейчас это сократили до одного года То есть не нужно шлифт трудовой деятельности, три года, а теперь до одного года После шлифт трудовой деятельности, после года, имеют право обратиться к заявлению в упрощенном порядке о гражданстве Также в части 2 ст. 14 дополнено пунктом К и следующий Это имеет хотя бы одного родителя, это и раньше было в старом Что имеет одного родителя, имеющий гражданство РФ и проживающий на территории РФ То есть гражданин, достигший 18-летнего возраста, имеет право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Если имеет одного родителя, маму, папу, который является гражданином РФ и проживающий на территории РФ То есть чем это проживающий? Печать в паспорте, да? Что постоянно регистрация есть Пункт Л, это является гражданом Республики Беларусь, Республиках Казахстан и Молдова То есть граждан данных Республик имеют право обратиться в упрощенном порядке Без соблюдения, то есть доход не будут показывать, отказываются от иного гражданства Имеют право подать Это в ст. 14 части 2 Также часть 2 изложить Часть 2 и 1 изложить в следующий редакцию Иностранных граждан, постоянно проживающих и признанными носителями русского языка То есть имеют право обратиться к заявлению о приеме гражданство в упрощенном порядке Без соблюдения условий, предусмотренных пунктами А и В Также граждане российские, то есть граждане иностранные граждане, признанные носителем русского языка Это ст. 33 на 33, да? Признанные носителем русского языка Имеют право обратиться о приеме граждан без соблюдения Это получается пункт А и В Также это отказ от иного гражданства не требуется, не нужно отказываться И доход Не нужно прилагать Также дополнить частью 2 и 2 То есть в эту статью дополнить часть 2 и 2 Иностранные граждане, это я думаю, прошу обратить внимание основной момент Это вот дополнение, частью 2, 2.2, да? Иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно или постоянно проживающий на территории Федерации Имеет право обратиться в упрощенном порядке о приеме гражданства При этом без соблюдения также предусмотрено в ст. 13 пункте В Этот доход идет Если у каждого гражданин указанное лицо состоит в браке с гражданином Российской Федерации И при этом имеет общих детей Расскажу То есть гражданин, иностранный гражданин, имеющий РВП Имеющий либо вид на жительство Имеет право обратиться без соблюдения пункта В О доходе, да? Статья 13 Упрощенном порядке о гражданстве Если имеет при этом общих детей То есть гражданин имеет либо РВП, либо вид Имеет право, если дети есть при этом Не имеет значения граждан Российской Федерации или не граждан Российской Федерации Главный тут момент Если супруг является гражданином Российской Федерации Так-то в части 5 словам пункт А, В, Г, И, Д В части 1 заменить словами пункт То есть исключить в основном тут в части 5 тоже пунктами Исключить доход Ой, не доход То есть отказ от иного гражданства То есть в упрощенном порядке И также ветераны Великой Отечественной войны Подают в упрощенном порядке Без соблюдения дохода И отказ от иного гражданства Вот такие моменты В основном, я думаю, для граждан будет это, которые приятны Это часть 2.1 Гражданин листов без гражданства Временно Подчеркиваю, да Временно или постоянно проживающий на территории Федерации То есть это РВП Либо вид на жительство Временно проживающий иностранный гражданин Это является имеющий который РВП Постоянно проживающий Это то есть который имеет право О, о, имеет Вид на жительство Имеет право обратиться в Россию в упрощенном порядке Без соблюдения сроки проживания То есть не нужно, да 5 лет проживать А сроки проживания получил РВП сразу может подавать на гражданство Если супруг является гражданином В Россию в Федерации при этом Имеет общих детей Вот такие вот Ну это вступает в течение 90 суток То есть после принятия То есть подписал Путин Это 24 апреля 20-го года Данный закон 17 апреля 20-го года Был одобрен Советом Федерации Это выступает, по-моему, 27 июля 20-го года Вступает в силу данный закон Также хочу отметить Что многие вопросы задают По указу 2774 Указ президента Что Некоторые субъекты Российской Федерации Обязывают, оплачивают авансы Платежи по патенту Уважаемые друзья, вам расскажу Что есть указ 204, да 274 от 18 апреля Также комментария Вы можете посмотреть видео Что уважаемая Генерал-лейтенант Валентина Казакова Валентина Львовна Также комментировала Разъясняла данный указ Что автоматически все В период проистановить То есть с 15 марта По 15 июня Включительно в течение Если в течение этого срока Истекает РВП Видно же эти сроки Время на пребывание Миграционный учет Патенты продлевать не нужно Они продлеваются автоматически Также Иностранные граждане В течение этого срока В течение с 15 по 15 июня Которые по патенту У них не имеют патента Либо стекли сроки Имеют право По следу трудовую деятельность Но при этом Обязан снестимаясь Работодателя Увдомления подавать В территориальный орган О привлечении Иностранных работников То есть Это заключение договора Гражданского права договора И прекращение Они обязаны подавать В случае неподачи Данных документов Работодателям Они будут привлечены По 18 и 15 КОАП РФ Что они не подали Данного удомления Если Патент Действующий Уностранного гражданина Истекает 16 марта После 15 марта Грубо говоря Скажем 20 марта Истекает патент Нужно платить Вы можете Имеете право Не платить Данный патент Март Апрель Май Но 14 июня Вы обязаны Оплатить Чтобы легально Находились На территории Федерации Вот так вот Энде 15 часа Четвертый Берем Янне Федерал Законы Кононны 17 апреля 2000 Игриманчилда Чыкан Принят Государствен Думы Президент Путин 24 апреля Президент Президент Федеральный Закон В федеральном Законе Кёп Нарся Узгар Ген Основной Узгар Шкан Этбираман Что Он Торинчи Статя Ге Часть Ики Кошель Ген Что Граждан Иностранных Узбекистон Тоджикистон Азербайджан Фкор Лары Агарда Гражданин Россия Большса Ва При этом Агарда Битта Икита Боллара Болса РВП Болса Йо Виды Болса Сраз Граждан Топшир Лары Мюнкюн Но Факат При подаче Документов Общи Битта Боллара Болш Гере РВП Виды Болы Сочин Айоллар Виды Бол Ирин Граждан Россия Федерация Собор Ушен Наги Сраз Беш Ил Яшамастан РВП Либо Виды Сраз Граждан Топшир Мюнкюн Но Побитта Фарзандар Болш Керек Биттам Икитам Унты Фарзандар Болш Керек Бу Яңи Федерал Граждан Слав Слав Ва Кейин Өзбекистон Фуқор Оснаны Өзбекистон Фуқор Утасырли Виды Слав Кейин Өзбекистон Документов Өзбекистон Фуқор Атказ Қылшады Хозыр Бунарсаны Йоқ Қылышды Атказ Өзбекистон Фуқор Атказ Қылымайды Ва Даход Көсетірілмайды Граждансы Топшир Аткенды Астану Даход Білан Граждансы Йоқ Қылды Все Уажаем Друзья Берегет Себе Исвай Блеских Атказ Атказ